В апреле прошлого года в Арском сошел крупнейший оползень. Сторожилы села вспоминают, последний раз серьезный провал грунта произошел в 60-х годах в соседнем лесу. Но потом все пришло в норму. Как отмечает настоятель Алексей Кармишин, 20 лет назад не было никаких намеков на движение склона. Поэтому люди спокойно строили дома рядом. Но, увы, в этот раз оползень подошел вплотную к домам и храмовому комплексу. Вот этот обрыв, он каждый месяц примерно метра на три двигается сюда. И вполне возможно, что к концу прошлого года этот обрыв мог быть вплотную уже к храму. И дальше храм мог свалиться. И, вы знаете, здесь нужны были очень серьезные работы, серьезные деньги, вложения, специалисты. Деформация грунта, как отмечают специалисты, произошла из-за его насыщения грунтовыми водами со стороны лесного массива. В разы сильнее пострадал склон вдоль дороги в соседнюю деревню Погребы. У меня вообще дача находится в селе Погребы, вот здесь соседнее село. И, естественно, мы за свои дачи, за свои маленькие клочки запереживали. Ну, а сейчас мы видим, что работы ведутся, все устанавливается, слава богу. Первым делом рабочие осушили грунт от воды. Затем начали укреплять основание склона, устанавливать подпорные стенки, чтобы сделать жесткую неподвижную платформу. Забили 12-метровые сваи. Ситуация осложнялась особенностью грунта. Под склоном находятся два водоносных слоя. Для отведения воды сделали восемь колодцев. Я думаю, что мы вот эти процессы на десятилетия остановили. Но так храм же он должен стоять в веках, правильно? Конечно. Поэтому мы сейчас сверху там тоже сделаем дынажи, сверху воду отведем за храм. И тему вообще закроем. Сейчас, по оценкам экспертов, храму ничего не угрожает. Но на этом противооползневые работы не закончатся. Опасность схода грунта есть по дороге в погребы. Поэтому сейчас специалисты исследуют почву и составляют проектно-сметную документацию. Ведутся изыскания для принятия основных решений. Выполнены на настоящий момент геодезические изыскания. Выполнены геологические исследования на данном участке частично. По поручению губернатора было поручено изучить гидрогеологические условия данной площадки и влияние грунтовых вод на свойства грунтов, которые ведут именно к оползнеобразованию. После того, как все исследования завершат и разработают основные мероприятия, их предложат на утверждение. Анна Тищенко, Управда ТВ.